В ООН предлагают смягчить санкции в отношении России и Беларуси в обмен на экспорт украинского зерна, которому сейчас Россия противостоит как может. И обсудим это с Андреем Дюкуном, главой всеукраинской аграрной рады. Андрей, доброе утро. Доброе ранец. Да, доброе утро. Слава Украине. Героям слава, мы с вами уже обсуждали в эфире ситуацию с зерном украинским и с тех пор ситуация только ухудшилась. И сейчас мы уже слышим о том, что и такие появляются новости, что россияне просто воруют украинское зерно и потом пытаются продавать его же обратно и в Украину на оккупированное временно территории. Насколько сейчас, каков сейчас урон нанесен? Можете ли вы как-то его в цифрах определить? Смотрите, на сегодняшний день у нас около 20 миллионов тонн зерна, которые мы как Украина готовы экспортировать. То есть это лишнее зерно, которое нам не нужно. Но мы его не можем продавать, потому что вся логистика 30 лет независимости Украины, она строилась на портах. Поэтому где-то в среднем в месяц мы можем экспортировать около 5 миллионов тонн через портель. Но это невозможно на сегодняшний день, поэтому где-то в марте месяце мы экспортировали 200 тысяч тонн, а в апреле мы экспортировали около 1 миллиона тонн. Это через западные границы по ЖД. Поэтому есть еще наработки, там очень активно работает наше Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта нашего с нашими соседними странами для того, чтобы увеличить поток. Но, скажу как есть, этого будет недостаточно. То есть для Украины я больших проблем в этом плане вижу только в том, что мы не сможем реализовать. Но Украина однозначно будет с зерном и Украина однозначно сможет продолжать свою сельскохозяйственную деятельность, конечно, не на довоенном уровне. По поводу вашего комментария о том, что оккупанты забирают зерно, да, это абсолютно верно. Они уничтожают предприятия. Это идет такая, знаете, экономическая война. Они прекрасно понимают, что Украина есть глобальный игрок на рынке продовольствия мировом. И поскольку им не получилось захватить Украину, как они планировали взять Киев, поменять президента и все остальное, они, наверное, пошли уже не по плану Б, а как-то все додумали, что нужно Украину как-то экономически убивать. Вот первые примеры вы видите, да, то есть это город Мариуполь, Азовсталь, медкомбинат имени Ильича, да, то есть как бы два больших металлургийных предприятия, которые фактически уничтожены. И мы как бы являемся одними из конкурентов на мировом рынке Украины и Россия. Ну вот так же есть и в сельском хозяйстве, да, то есть они сейчас просто все уничтожают. Они подрывают элеваторы, там горит зерно, они вывозят зерно, они вывозят его на Крым, там дальше они его продают. В Красноярском крае они что-то вообще придумали какой-то бред, там их облсовет принял решение, что нужно забирать зерно в Украине как бы себе, потому что как бы у них его не хватает. Ну то есть они воруют и еще делают вид, что они это делают законно. Они продают это зерно другим странам, где-то наш МИД справляется и это зерно блокирует продажи. Где-то как бы, ну и вы понимаете, когда у политика есть выбор того, что страна будет голодная и его сметут, или купить ворованное зерно, наверное он выбирает покупать ворованное зерно, потому что он держится за свое кресло. Вот, к сожалению, это происходит на сегодняшний день, поэтому как бы посевная кампания у нас практически уже на финише. Мы, понятно, не посеяли все площадя, которые могли бы посеять, не внесли то количество удобрений, не те семена, которые вы хотели. Но в принципе для Украины, да, мы не получим, как в прошлом году, рекордный урожай в 100 миллионов тонн, но на нормальные показатели мы выйдем. Но опять же, для себя нам будет достаточно, что-то пойдет в Европу, да, у нас заработает немножко переработка больше, но глобально экспорта не будет и у нас будет проблема с хранением этого зерна. Ну, как бы, понятная проблема для Украины, но мне кажется, для мира это вообще будет катастрофа. Вот то, что сейчас пытается сделать, еще буквально секундочку, этот, шизофреник Путин, ну, в общем, все просто. Он годами подкупал европейских политикой дешевым газом и нефтью, и они, как бы, были ему за это благодарны, и их постоянно выбирали, ихний электорат. Сейчас он пытается сделать то же самое с продовольствием. И когда начнется глобальный голод, и люди с Африки миллионами будут ехать в Европу, все начнут орать, что нужно что-то делать, и он себе, наверное, планирует, что в таких ситуациях, когда в мире начнут миллионы людей умирать от голода, в такой ситуации он сможет с ним сядут за стол переговоров, и кто-то с ним договорится о том, как правильно ему теперь легализировать там Крым, Донецкую область, Луганскую, скорее всего, как бы, мне кажется, вот такой план в этого человека. Андрей, тем не менее, что мы сейчас наблюдаем, это уже рекордное подорожание зерна, 435 евро, вот такой рекорд, об этом сообщает телеканал Арте. Означает ли это, что еще будет дорожать зерно в связи с этой ситуацией, которую вы нам обрисовали? Да, я думаю, что однозначно оно будет дорожать, на эту ставку делает и Путин. Ну, а что вы хотели, называется? За демократию надо платить. Да, сегодня вот Украина платит за демократию, мне кажется, самую, как страна, платит самую большую цену. Никто такую цену за демократию, как Украина, последние 100 лет не платил. То есть мы платим огромнейшую цену. Я не говорю о том, что у нас там миллионы людей не имеют работы, я не говорю о том, что у нас, если там вся Европа говорит, 5 миллионов украинцев это беженцы, так у нас внутри страны 10 миллионов украинцев, которые внутри страны беженцы. Это в два раза больше, чем в Европе, но в Европе работает экономика, у нас экономика практически не работает. У нас тяжелейшее состояние экономическое. Люди стали намного беднее, и намного беднее, чем люди в европейских странах. И тем не менее сегодня мы делаем все, чтобы поддержать нашу армию. Мы работаем на фронт, на армию и защищаем свою страну все вместе. Вот если бы мы этого не делали, вот сейчас вот эти все русские танки, пушки, они бы стояли на границе с Польшей. Андрей, вот вы обрисовали перспективы для Европы, в том числе, что действительно из Африки могут просто бежать от голода, спасаться миллионы людей. В то же время то, что я вот озвучил при предложении генерального секретаря ООН о смягчении санкций, как вы оцениваете вот то, что сейчас в ООН звучит? Я считаю, что... Да, в обмен на поставки, возможность поставлять зерно, естественно. Мне вообще есть большой вопрос к ООН. У них там есть такая организация, которая называется по-английски ФАУ. Food and Agricultural Organization. Организация, которая отвечает за безопасность продовольствия. Так эта организация должна была с первых дней на весь мир орать вместе с ООН, что будет, если будет война. Она должна была это делать тогда, когда все СМИ полгода перед войной говорили, что будет война. ООН должна была орать на весь мир, что если эта война будет, ребята, у нас будет глобальный голод, будет глобальный кризис, у нас вырастут цены. Но ООН и ФАУ, они молчали. Они молчали первый месяц войны, об этом никто ничего не говорил. Почему они молчали, я вам тоже могу это рассказать. Потому что первый заместитель главы ФАУ – это господин Рахматуллин, гражданин Российской Федерации. Президент ФАУ – Китай. Вот все ответы на все вопросы. А сейчас они решили как-то, давайте калий будем экспортировать. У меня вопрос к белорусскому калию. А он еще белорусский калий? Или он же полностью принадлежит Российской Федерации? Поэтому я считаю, это недопустимо. То, что порты нужно разблокировать, да. Я думаю, что после начала вот этого глобального кризиса по голоду будет большой вопрос к ООН. Потому что они об этом должны были орать, делать все для того, чтобы эта война не началась. Но они тихо молчали. Почему молчали? Да потому что Россия спонсор. Все, они там ходят. Они их купили, грубо говоря. Возможно, я немножко вот перегибаю, но вот как-то так оно все происходит. И сейчас они говорят, давайте оттуда, откуда калий. Продать им возможность продавать калий, чтобы они получали живые деньги и потом убивали наших детей и мирное население. Вы о чем сейчас говорите? Это я не к вам обращаюсь к этому главе ООН. Это он сейчас о чем? Какие смягчения санкций? Вы о чем сейчас говорите? Мы людей с Азова не могли забрать. Весь мир об этом орет. Что вы сделали с Мариуполя? Мирный город, население. 25 тысяч людей. Вот последние данные, которых там говорит мэр, что убили мирного населения. Какое смещение санкций? Да, то, что нужно делать экспорт с Украины. То, что нужно делать, это, наверное, нужно искать альтернативные пути доставки. И вот, например, Польша предлагает экспорт украинского зерна через свою территорию. Насколько это реально? Вот как вы это оцениваете, Андрей? Это реально, но это недостаточно. Европейские порты не готовы к такому объему продукции, который есть в Украине. Повторюсь, Украина 30 лет строила логистику на порт, не на западный кордон. Да, мы будем вывозить. Да, мы будем как-то пытаться смягчить для нас эту тяжелую экономическую ситуацию. Но это не поможет. Поможет одна простая вещь. Количество оружия, которое нужно для уничтожения всего российского флота в деньгах, это стоит намного-намного, вы уже посчитали, для того, чтобы нам экспортировать 20 миллионов тонн, нам нужно с каждой тонной пшеницы отдать 25 долларов на томагавки, которые достанут этот черноморский так званый флот Российской Федерации. Вот все, что нужно сделать. Или завести сюда корабли, надо поставить. Потому что будет большая проблема, о которой мир даже еще пока не подозревает, потому что ООН об этом не хочет говорить, и нужно говорить уже в цифрах. Потому что они все прекрасно понимают, сколько продовольствия не будет поставлено в этом году, в следующем сезоне, вот уже в этом сезоне. Прошлый сезон не хватает, этот сезон. Это нужно поднимать. Нужно конкретно называть страны. Что то, что мы сегодня сидим и смотрим, это люди в этих странах будут умирать. Они об этом не хотят говорить. Почему? Потому что начнется массовая эмиграция из этих стран. Украинцы выезжают, потому что они убегают от войны, а люди будут убегать от голода. Но никто не хочет сеять сейчас в этих странах панику. Потому что никто не хочет иметь миллионы этих беженцев. Поэтому это будет катастрофа такая, знаете, с такими кадрами, которых мы еще не видели. Это будет как в 1933 году в Украине, только это будет в других странах мира. И вот о чем надо сейчас серьезно говорить. Говорить там, что понятно, что Китай, Индия и Америка не объединятся против Путина. Но они должны объединиться против мирового голода. Потому что это проблема номер один. А Путину это и нужно. Потому что когда будет большая проблема с голодом в мире, тогда уже проблема войны в Украине как-то уже могут поставить на какой-то второй план. Отойдет на второй план просто-напросто. Да, да, вы правы абсолютно. И вы видите, война затягивается. Они сейчас начинают окапываться, строить инженерно-технические сооружения. Они будут затягивать войну и просто тихонько ждать, пока вот где-то не начнет, как вот в Иране митинги начались. Вы озвучили, что вот цены в Европе высокие. Но это пока как бы ничего страшного. Европа это переживет. Мы разговаривали с военными экспертами. Они говорили, конечно, что время сейчас работает на Украину, потому что в ближайшие месяцы будут поставки вооружения и сможет Украина перейти в наступление. Но вот тут вы действительно правы в том плане. А с точки зрения экономических проблем время больше сейчас работает на Путина. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Дикун, глава всеукраинской аграрной радости, с нами был на связи. Украина, глава всеукраинской аграрной радости,